Всем привет, на связи SmokeFX и сегодня это видео я записываю для тех людей, которые неделями, месяцами, годами сливают свои деньги при торговле на финансовом рынке, да и вообще на всех других рынках. Это видео я записываю с целью продемонстрировать вам основные правила прибыльной торговли. Сегодня у нас с вами будет обучающий формат, все буду раскладывать максимально подробно от А до Я, проводить технический анализ. Сегодня у нас действительно настоящая торговля, а не бутафорная какая-то шляпа. Пацаны, в начале видоса по старинке поднавалите сюда лайкосов и будем с вами приступать. Хватит сливать на рынке, на финансовом, на крипто, здесь можно зарабатывать, буду показывать как. Так, еще очень важное обновление по вашим просьбам. Я сделал еще 100 абсолютно таких бюджетных мест по специальным условиям. Группу «Последний пост» в открытом сообществе в Телеге. Это ссылка в описании и, пацаны, вступайте, пока есть такая халява и полетели с вами. Итак, демонстрирую вам, как здесь можно зарабатывать. Видос будет максимальный топ. Полетели. Валютная пара евро USD и давайте сразу к разбору. Из основного движения на понижение от этого максимума у меня сейчас происходит. Протягиваем с вами в левую часть. Здесь видим, происходила остановка, но погрешность здесь присутствует. Здесь у меня максимум, но здесь у меня также происходил резкий рывок на повышение. Дальше движение вниз. Мы с вами это видим. То есть потенциально движение здесь направлено на понижение. Но что об этом думает наш помощник SmokeFX Helper? Напоминаю, доступ есть просто у тысяч людей. Заходим, смотрим. На 5 минут на повышение. То есть зеленый кружок. На 1 минуту на понижение. Красный кружок. На 15 вообще неопределенность. Ну давайте с вами посмотрим логику на 5 минут. Интересно будет понаблюдать. Что здесь по итогу? 52% на повышение. То есть фактически это монетка. Поэтому здесь я буду задействовать исключительно технический анализ. Валютная пара EURUSD. Давайте с вами обратим внимание на основные нюансы. Нюансы. В верхней части. Видим, что цена по Volum находится у нас внизу. То есть очень ярко выраженное движение на понижение по тренду. По объемному тренду. Серый цвет значит вниз. Более оранжевый оттенок. В верхней части значит на повышение. Здесь на понижение. Ставим плюс к тому, что движение вниз. Дальше. В нижней части. SmokeFX Shaver. Здесь мы также видим, что цена уже перешла в отрицательную область. То есть за эту линию. Тоже ставим плюс на движение вниз. Дальше. По тренду. Движение обычай на повышение. Ставим минус движению вниз. Поэтому здесь у меня знак вопроса. Но давайте с вами отталкиваться от того, что мы видим по цене. То есть по этим свечкам. Не просто в нижней части по каким-то характеристикам. Посмотрите. Цена прямо сейчас у меня находится в боковом движении. Здесь у меня находится мой минимум. И мы видим, что цена у меня движется от одной границы к другой. Прямо сейчас у меня происходит откатное движение в моменте времени. Но сейчас цена у меня уже вплотную подошла к области скопления объема. Здесь у меня происходила остановка. И сейчас, судя по этому объему внутри свечи, можно открыть сделку в сторону вниз. Давайте. Не USD, а EURUSD. 79%. Открыли. И вход на понижение. Вход ровно на 4 минуты. Сегодня я повторюсь. У нас с вами идет максимальная нагрузка на техническую составляющую. Ставлю таймфрейм 5 секунд, чтобы достаточно явно было видно даже самые минимальные движения цены. Дальше. Смотрим опять на EURUSD. В левой части графика я для вас специально отметил область скопления объема. Что это значит? Область скопления. Это та область. Вот судя по котировке справа. Вот эти цифры. 0, 95, 71 и еще какая-то цифра. То есть по этой котировке у нас с вами происходило большое количество колебаний цены. То есть здесь происходила борьба между продавцом и покупателем. По итогу здесь победил продавец. Цена пошла ниже. Сейчас мой покупатель снова подходит к этой области. До этого победа была за продавцом. Технический анализ он основан на том, что у нас происходит повторение. И сейчас у нас также будет происходить повторение с высокой долей вероятностью. Опять же победит мой продавец. То есть цена из этой области пойдет ниже. Давайте с вами все это внимательно смотреть, сопровождать и комментировать. Также я еще раз хочу сделать очень важный акцент всех тех, кто это смотрит. Пацаны, девчонки, обращайте внимание на объемы внутри свечи. Объемы внутри свечи, они тебе четко скажут, есть ли внутри области, например, области сопротивления объем на продажу. Если с левой части ты увидишь вот такие вот, достаточно крупные, я бы сказал, горизонтальные линии, состоящие из небольших квадратиков серого цвета, это значит, что здесь присутствует объем на продажу в этой области. Также, еще раз я повторюсь, я много раз говорил до этого, в предыдущих видосах, о том, что у тебя всегда будет присутствовать объем и на повышение. Но твоя задача обратить внимание, есть ли реакция при подходе цены к этой области внутри от продавца. Она у нас здесь присутствует, поэтому мы сразу открылись на понижение, как только цена дошла до области скопления. Смотрим сюда, цена находится у точки открытия, что абсолютно является нормой. Иногда она у нас может уйти немного ниже, иногда немного выше. Самое главное, что реакция уже происходит, то есть реакция цены на эту область. И момент, когда моя цена уйдет из этой области вниз, то есть движение у меня будет происходить вниз, это лишь дело времени. Да, вот вниз. Это лишь дело времени. То есть реакция уже происходит, значит мы абсолютно все верно с вами проанализировали. Я подчеркиваю, что мы с вами используем самый базовый технический анализ. Мы не используем с вами ничего из области фантастического, из области, как это принято называть, пародии на кнопку бабло. Там, где ты просто берешь, что-то копируешь и по итогу бесконечное количество времени ты берешь и зарабатываешь деньги. Нет, у нас этого нет, мы это не используем. Мы используем технический анализ. Вот я вам спроецировал примерное движение цены, как оно у нас будет происходить. Открытие свечки и фактически происходит копирование моей проекции. Вот смотрите, сразу объем, сразу движение на понижение. Давайте я увеличу, чтобы вы это все видели более детально. Сразу же движение на понижение. Вот, пожалуйста, моя проекция, которую я вам обозначил. И вот такая вот реакция у меня происходит. Я подчеркиваю, это лишь технический анализ. Ничего секретного здесь нет. Уверенный плюс. Все, в принципе, так отработано, как мне показала наша проекция. Вам показала, мне показала. Поэтому, ребята, давайте продолжать в том же духе. То есть, сейчас вы убедились, что технический анализ – это замечательная вещь, которая отлично себя отрабатывает. И предлагаю двигаться в том же русле. Вначале, кстати, вначале забыл сказать. Обязательно поставьте колокольчик на канале. Там, где есть кнопка подписаться. Подпишись, вдруг ты не подписан. И поставь колокольчик. Иногда я выпускаю видео, которые держатся на канале буквально один час. И потом я их закрываю. Но если ты успеешь его посмотреть, а успеешь ты только, если поставишь на колокольчик. Ты можешь там забрать и бонусный код на плюс 200%. Ты можешь там и забрать убыточную сделку. То есть, отмена убыточной сделки на 50 баксов там будет, по-моему. Поэтому колокольчик ставить обязательно. Если хочешь ловить здесь всякие прикольные кайфы. Все про колокольчик сказал. В общем, рубаните от души. Потом посмотрю по статистике, сколько человек поставил лов. И если вы вдруг поставили, то также пишите. Идем с вами дальше. USD, GPI. Область поддержки. Область сопротивления. Цена у нас идет в узком диапазоне. Прямо сейчас происходит движение на повышение. Выходит цена у нас из отрицательной зоны в нижней части. Тренд у нас нейтрален. Абсолютно согласен. Так как цена у нас движется в баковичке. Рывок на повышение. Большие свечи. В верхней части по Volume Trend. Цена у нас находится в положительной зоне. Указывает на стремление цены пройти еще выше. Но давай я посмотрю в Helper. Давайте в Helper. Тоже, 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 тоже. Все одно и то же. Неопределенность. Поэтому, когда он тебе указывает на неопределенность. В идеале пропускать эти валютные пары. Но сегодня я показываю вам, что можно абсолютно любую ситуацию. Даже неопределенную. Там, где будут минуса отрабатывать по итогу в плюс. Так, давайте здесь будем с вами руководствоваться самым базовым принципом. Я предлагаю так. Это вход по тренду. Направлении общего движения. Так, USD, GPI. Залетаем сюда. 70% немного. Но, на самом деле, за 70% выходит. Это уже неплохо. Смотри. Сейчас мы с вами открываемся на повышение. Открылись на повышение. Отлично. Смотрим обратно на график. Смотри, какая у нас здесь с тобой ситуация происходит. Опять же, в сериале торговли и анализа прямо здесь. В верхней части на повышение. В нижней части цена вышла из отрицательной зоны на повышение. Двигается у нас тренд нейтральный. Поэтому мы просто определяем потенциал движения от этого минимума на повышение. Здесь ключевые остановки происходили. Вот прямо здесь. Было немного выше остановка. То есть, нам есть куда идти. Если у меня произойдет откатное движение, я нахожу область копления немного левее. От нее я захожу на повышение и будет происходить дальнейшее движение вверх. Потенциально мы с вами можем прийти, если без отката, то к этой области. Потом откатное движение и снова тестирование. То есть, плюс-минус вот так вот это будет происходить. Траекторию можно убрать. Ну, а проекция у нас выглядеть будет примерно вот так вот. То есть, с потенциальным пробитием. Здесь свечи окрашиваются не совсем в корректный цвет. То есть, движение на повышение здесь серое. Не обращайте внимания. Это чисто проекция. Ну, и так, примерное движение цены у нас может произойти, если у меня не будет происходить откатное движение вниз. Если оно у меня происходит, то у меня здесь находится область, ключевая остановка, ближайшая область. Ты понял? Я смотрю на ближайшую область, ключевую, где у меня произошла такая весомая остановка. Произошла отработана движение на повышение. Сыграл объем. Сыграл на повышение. Отлично, отлично. Все. И вот это приблизительная проекция. Проекция без откатного движения. Но, смотри, новая свеча, откатное движение происходит. Абсолютно ничего страшного в этом нет. Если оно происходит, значит, здесь у меня появился объем на продажу. Небольшое откатное движение. Я вижу, какое у меня отыгрыш происходит внутри свечи. И даже в такой промежуток, когда у тебя что-то пошло не по плану, обрати внимание на объем внутри свечи на покупку. Ты заходишь здесь по общему движению цены на повышение. Ты понимаешь? Вот здесь мы уже можем с вами обращать внимание на объемы. Ставлю сумму. Ставлю. Нет, время пусть будет 4 минуты. Объем себя уже отрабатывает. Но давай смотреть внимательно. Сопровождай. Смотри, движение вниз. Смотрю в правую часть. Смотрю в правую часть и пытаюсь найти объем. Объем. Дайте мне объема, дамы и господа. Дайте мне пролететься на повышение. На уверенной ноте. Ну, в общем, объем уже себя отрабатывает на повышение. Вы это прекрасно видите. Изначально на максимуме здесь у меня он появился. До этого, если смотреть на ключевые остановки, здесь их не происходило. Поэтому это скорее не сила на понижение, а просто слабость движения на повышение. То есть, рано или поздно мой покупатель, давай так, он может устать. Немножечко так подустать. Одно и то же и ты. Спроецируй на себя эту ситуацию. Представь, что ты так. Здесь у меня вообще время остановилось. Это все, конечно, хорошо, но не совсем до конца мне подходит. Мне пожелательно все это контролировать, движение цены. Так, смотри. Смотри, какая у меня левая часть на графике прекрасная. Все. Все время идет. Замечательно, да. Так бывает. Так бывает, когда ты в разных странах заходишь на сайт. Через ноутбук у тебя накапливаются там кэш, куки. И иногда это может работать некорректно, пацаны. Поэтому вы там не обессудьте. Движение на повышение. У меня происходит самый стандартный базовый вход по общему движению цены вот к этой области. Ну, я думаю, вы все помните, как выглядела проекция. В принципе, USD, GPI. Очередной вход, очередной плюс. Все. Мы здесь получаем также плюс. Технический анализ. Даже без направления по хелперу. Парни, запоминайте. Запоминайте, как здесь можно зарабатывать. Не захожу большими суммами в этом видосе, чтобы вы понимали, что здесь все реально. Даже с небольших сумм. Идем дальше с вами. GBP, USD. Здесь новостное движение. Было отработано. Пробитие. Здесь я предлагаю не зацикливаться, потому что здесь GBP себя уже показало. Движение вниз. А вот по AUTUSD цена у меня подошла к ключевой остановке. Объем достаточно плотный. Но в отрицательной зоне. Мы движемся в отрицательную зону. Я думаю, здесь может быть пробитие. AUTUSD. Давайте я сразу открою сделку. Я думаю, что вам по кайфу смотреть большое количество сделок. А не просто там теоретически каких-то высказываний. Смотри, полтосик у нас залетает. Опять же, давайте наблюдать, чтобы он у нас открылся. Открылся замечательно. Заходим вот сюда. И давайте проанализируем с вами область сопротивления. Движение на понижение у меня здесь происходит. К области поддержки. Пацаны, пожалуйста, запоминайте. Сейчас нас всех ждет действительно не самое простое время. Думаю, кто следит за ситуацией, тот в курсе. Поэтому мне кажется, что может такое произойти, что тот, кто уже будет в теме того, как зарабатывать деньги, сидя дома на финансовых рынках, на крипте и т.д. Вот эти люди реально останутся, знаешь, нетронутыми. То есть их не затронет вся эта тема, которая происходит. Поэтому обязательно все изучайте. Что у нас здесь может произойти? Да сразу движение вниз у меня здесь и может произойти. Да? Нет, не вверх. Можно вот этот шаг убрать. И просто еще раз отметить вот движение вниз. Вот по такой траектории приблизительно. Сейчас происходит небольшая реакция у меня. Почему? Да потому что здесь у меня находится преграда в виде вот этой области остановки. Но эта область остановки, она у меня в любом случае будет пробита. Это лишь дело времени. Давайте посмотрим на косвенные признаки. Такие как верхняя часть и волум тренд на понижение. От этой области потенциал движения вниз. Есть объем также внутри свечи. Здесь у меня по шейверу уверенное движение в отрицательную зону. То есть потенциально на повышенных объемах мы стремимся пробить. Ну конечно, эту локальную остановку мы пробьем. Тут как бы дело времени. По итогу мы как минимум придем на тестирование. Сорян, что не совсем ровно. Но думаю всем понятно. Вот к этой области. То есть подойти вплотную к ней мы с вами еще успеем. Но пока давайте с вами смотреть. Мы немного решили остановиться у области скопления объема в сторону на повышение. Можно конечно отметить вот этот общий тренд вверх. Если у меня происходит отработка в сторону на повышение, что я делаю? Я нахожу в левой части остановки. Вот здесь у меня она происходила. То есть область скопления. Эту область, от которой у меня происходит реакция, я могу убрать. Так как я отрабатываю вход на понижение. Здесь новая область скопления. Находишь объем внутри свечи. И заходишь. И заходишь. Пока что объем на повышение. Вот объем на понижение. Можно использовать дополнительный вход. Так, чтобы не отвлекаться. Буквально немножечко у нас здесь прогрузилось все. По OutUSD смотри внимательно. То есть у меня происходит небольшая реакция от области. Которую я отметил. Но уже убрал она не актуальна. Сейчас я нахожу объем внутри свечи. И захожу также в сторону вниз. То есть я убираю это движение на повышение. Оно не актуально. Но у нас от этой области происходит движение вниз. Есть область скопления. И абсолютно все у нас находится здесь в пределах нормы. Вот у меня цена снова заходит в эту область. Внимательно просто смотришь в левую часть. Да, есть объем на повышение. Но у меня здесь также присутствует объем и на понижение. То есть реакция у меня здесь есть. Поэтому я захожу обратно на график. Ставлю сумму. Вход на понижение. Сделочка снова открыта. Ты должен запомнить, принять и понять одну простую истину. На финансовом рынке в основном здесь не заработать на перспективу достаточно проблематично. Достаточно сложно. Потому что в любом случае вот есть, знаешь, закономерности, которые отрабатывают себя просто шикарно. Если у тебя присутствует общее движение вниз. У тебя цена, например, пошла в противоположную сторону. То есть на повышение что-то ты думаешь, что у тебя идет не так. Зайди на понижение не сразу же. А в моменте, как только цена подойдет к области скопления. Вот как здесь у меня. Подошла. Окей, я получил один минус. Немножечко так неприятно. Может даже какой-то такой минимальный осадок присутствует. Что не так все прекрасно. Как бы хотелось, что не сразу плюс. Но это абсолютная норма. Самое главное, чтобы по итогу ты здесь вышел в нормальный, уверенный плюс. А оно так и будет. Случай, если ты, конечно, будешь придерживаться основных правил теханализа. Вот и все. Давайте с вами залетим в хелпера. Так, обратно прыгнем. Нет, не USDGPI. Дайте мне OutUSD. Также, смотри, неопределенность. У нас OutUSD. Но на 5 минут оно здесь красное. Смотри. 5 минут. 81%. То есть, в моменте времени, да, можно зайти от области скопления объема. Хелпер, он также все это анализирует. Ты понимаешь? Поэтому можно залетать. И используя его от области. Только лишь один таймфрейм. Но это уже для прошаренных. Для всех я сделал возможный сразу использовать 4. 4. 4 времени. Просто посмотрите, какая здесь реакция происходит. Ну вот все. Ты понимаешь? От области скопления движение вниз. То есть, везде присутствует логика. Ты не открываешься просто так. Если ты любишь, чтобы тебе вешали лапшу на уши, либо рассказывали просто какие-то базовые принципы технического анализа. Ты понимаешь? На ютубе уже каждый, абсолютно каждый человек, который посмотрел одним глазом, когда только проснулся на график, он уже думает, что он умеет анализировать. И все эти люди начинают снимать видосы. Ты понимаешь? Видосы о том, что так, провели область, зашли. С 27 дубля у них получился этот вход. Ты посмотрел его видосы, думаешь, вау! Как круто вообще заработают триллионы рублей. Пацаны, не так это работает. Нужно учитывать все в комплексе. Смотреть не только на базовый теханализ, там где провести область поддержки, там сопротивления. Это сможет и обезьяна в зоопарке, да, и просто распечатанный график, карандаш в руку. Он проведет тебе область лучше, чем 90% трейдеров. Ты понимаешь? Потому что это база. Это просто должно быть в тебе уже прошито. Сейчас вот OutUSD, очередной вход. Мы его с вами закрываем в плюс. И далее я уже начну делать такой жирненький, пухленький уклончик в сторону свечного анализа. Ты понимаешь? Взять и разобрать на графике там две области и стрелку провести, опять же, сможет любой. А давайте с вами сделаем акцент уже на свечке, да? Пацаны, хватит сливать бабки. Используйте то, что реально работает. Вот и все. О, 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 OutUSD. И пять, четыре, три, два, один. Мы получаем с вами плюс. Очередной плюс. Просто бомбический. Если вдруг вы не рубанули сюда лайкосов. Это ошибка. Ставьте лайки. Идем с вами дальше. Будем с вами на свечечки, мои любимые, смотреть на свечки, любимые, поглядывать. Мы с вами будем вместе. Итак, анализ. Полетели. Область. Ляпс. Здесь область. Область. Ляпс 2. Дальше. Ну, давайте по стариночке, да? Область. Смотри. Еще одна область. А ты что? Как красиво. Вообще класс. Движение куда? Движение на повышение. Присутствует? Присутствует. В какую сторону мы заходим? Смотри. У нас есть два пути. Любой человек скажет. У нас есть два пути на пробитие, на откат от этой области. Куда мы заходим? Смотрим на косвенные признаки. Движение на повышение? На повышение. Объем достаточно плотный. До этого был. Объем на повышение есть. Но сопротивление также присутствует Поэтому мы чтобы не рисковать Мы можем с вами сразу открыться на повышение В случае откатного движения Найти объем внутри свечи И зайти на повышение еще раз Просто с дополнительным входом Вот уже реакция происходит Поэтому заходим Не стесняемся Заходим мои дорогие 69% меньше 70% Не особо нравится Было бы 68% не заходил бы А так уж и быть От этой области по объему Просто вход в рынок Одно перекрытие До закрытия текущей свечки Все ты получаешь плюс Здесь опять же я не захожу По причине 57% на выплату Это не то что мне нужно Просто следующий мой вход Он будет с повышенной суммой Цена практически вернулась Вам верится что у нас здесь будет плюс Как вы думаете 20 секунд до завершения 20 секунд до завершения 15 секунд Ну не идет она уже выше Но попытка была Слушайте Попытка была Здесь просто зафиксируйте Для себя момент Что даже в ситуации Когда у вас цена улетела В противоположную сторону Вы можете использовать Перекрытие И до завершения текущей сделки Зайти в рынок и получить плюс Вот и все Абсолютно никаких проблем С этим нет Самое главное Найди объем внутри свечи Все давайте Идем дальше Быстренько с вами Отработаем Вход с повышенной суммой Чтобы выйти Достаточно такой Отцовский Дедовской Воровской плюс Да Смотрим движение на понижение Так Такое Так себе Так себе Я люблю такое Чтобы точно Уверенно Пробить Вот он хочет у меня здесь Все пробивать Ты понимаешь Не факт Не факт Что просто все пробьет А вот Ауткад Можно Ауткад Давайте сразу Ауткад Залетаем сюда 84% На абсолютно Уверенной ноте Мы его открываем Процент у нас Тут достаточно Людской 84% Подходит Так Сделка у меня здесь Уже открыта Но сегодняшнее Это видео у нас Видите С особенностью Нужно обновлять Страницу В принципе Нет Открытие у меня Произошло Поэтому все Отлично Можем с вами Здесь перейти К анализу Движение на понижение От этой области Так Иди сюда Иди домой От области Сопротивления Движение на понижение Происходит Ключевая остановка У нас находится Вот здесь То есть потенциально Мы будем стремиться К ней прийти Дальше пробить И прийти вот К этому минимуму Плюс-минус Сейчас у меня Происходит реакция Цены Давайте смотреть С вами в левую часть Вот здесь у меня Происходила небольшая Остановка Можем провести Вот такую вот Область Да То есть здесь у нас В принципе Это и отыгрывается Если у меня произойдет Движение на повышение То здесь у меня Находится Максимум Который себя уже Продемонстрировал Тем что от него У меня произошло Скопление объема На понижение И его реальное Воплощение То есть откатное движение Вниз Следующая свеча Движение вниз То есть работает Это именно Так Смотрим Повышенная волатильность И давайте на свечки На свечки Наши любимые С вами смотрите Итак Итак Смотрим на свечки Дорогие друзья Вот раз Движение вниз Это откатное движение Но Ну плюс-минус Процентов Так 70 70 От размера Всей этой свечки Движение на понижение Напоминаю От этой области Сопротивления Потенциально Мы придем К этой области Еще раз Пробьем ее И пойдем еще ниже То есть Абсолютно Беспроблемно Здесь мы провели С вами анализ Отталкиваясь Не просто От технической составляющей А от свечей 70% Опять же Плюс-минус Указывает На то Что внутри Находится Объем В сторону Куда Правильно В сторону На понижение Зашли И все у нас В жизни Хорошо Давай посмотрим Сюда Так Ауткат Все красное Ну Три Три времени Минута 5-15 Все красное Все нормально Движение вниз Сумма у нас Здесь я напоминаю Повышенная Так как В предыдущий Процент упал Использовать перекрытие Точно За 57% Мне будет Не хотелось Абсолютно Так Открытие новой Свечки У нас здесь Еще не завершается Все Так как Повышенная Волатильность В моменте Времени Цена У меня Приходит Снова К точке Открытия Мне это Не нужно Не хотелось Бы это Наблюдать Но 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 Иногда Такое Происходит Смотри Ауткат Да Ну просто Режет Вверх И вниз Абсолютно Такая Людейшая Реакция Минута До завершения Если кто-то До конца Не понимает Что у нас Здесь происходит То мы с вами Входим По общему Потенциалу На Потенциальное Пробитие Локальной Остановки И дальнейшее Движение К данному Минимуму Сейчас Вот Из этой Остановки У нас Происходит Реакция То есть Объем На покупку Здесь Присутствует Но Выше У нас Присутствует Объем На продажу И Общее Движение Вниз У нас Происходит Рывок На повышение Прямо Сейчас Но В общем И целом Движение Будет Ну Плюс Минус Ну Вот Плюс Минус Движение Вниз Повтор Тестирование Объем И снова Движение Вниз Смотрим С вами Внимательно Рывок Ну Опять же Все Это связано С повышенной Волатильностью Опять же Нужно Обновлять Здесь Все время Страницу Чтобы Видеть Где По итогу У нас Находится Цена Кстати Сейчас Существует Такой Момент Я До конца Реально Не знаю С чем Это связано Ну Вот Здесь У нас Секунды До завершения 4 3 2 1 Очень Жесткий Импульс И Можем Это С вами Просто Отработать Еще Раз Зайти В Рынок Вход На Понижение Все Все Так Ж Абсолютно Четко Напишите В Коммент Если У вас Есть Проблемы С Входом На Pocket Option Я Оставлю Ссылку В Закрепленном Комментарии Именно Ссылку Входа На Pocket Option Если У вас Какая Проблема Либо У тех Кто Уже Зарегистрирован Если У вас Проблемы С Пополнением Просто Я Использовал Пополнение В 2021 Году Крайний Раз А так Только Выводы То есть На Крипто Кошельки Вообще Все Мгновенно Все Круто Как С Этим Обстоять Дела У вас Реально Черканите Вот Кто Это Слышит Реально Большая Просьба Все Ли У нас Там В Порядке Мне Нужно Понимать Дума Повышена По Причине Той Что В предыдущей Сделке У нас Был Мизерный Процент Это Мы Уже Такие Заложники Ситуации Такое Может Произойти И Является Нормой Так Как Заходить С реального Счета Пацаны Был бы Этот Демо Счет Без проблем Отрабатывал Вход Дай бог Мне здоровья Ну а так Нужно Чего то Придерживаться Ауткат Ауткат Здесь Сейчас Да Все красное Все так же Вниз На понижение Только 30 минут У нас Тащит Немножечко На повышение Ну давайте Смотреть Может 30 минут Сейчас Нами дает Вот этот Импульс На повышение От области Скопления Объема Идет импульс Против основного Движения Это рынок Такое бывает Цена у нас Находится В отрицательной Зоне Все Все указывает На то Что это Временное Явление Полной смены Тенденции Мы здесь С вами Не ожидаем Даже глядя Вот на реальное Движение Цены 2 минут У нас До завершения Мы с вами Это не ожидаем Абсолютно Так Смотрим Внимательно И получаем Здесь плюс Здесь нет Вообще Отсутствует Ты понимаешь Отсутствует Понимание Смены Тенденции В такой ситуации Почему Да Потому что Здесь Очень жесткое Движение На понижение Смотри Какое оно Красивое Красивая Реакция Отсюда Происходит Да К этой области Посмотри Сколько объема Всегда Смотри На объем Внутри Свечи Ты понимаешь В любом Случае Ты получишь Здесь плюс То что цена Пойдет в нужном Направлении Если ты правильно Провел анализ Это лишь Дело времени Причем Самого Ближайшего Времени Тебе нет Необходимости Дожидаться Огромного Какого-то Количества Времени Здесь Минута До завершения Ну вот Реакция В принципе Как и в предыдущий раз Происходит Но не забываем О том Что по Ауткат У нас Достаточно Высокая Волатильность Потенциально Мы видим Куда она Может прийти Но в моменте Времени Капнуть Тебе Вот знаешь Соль на рану Чуть-чуть Подсыпать Она может Она может Это сделать Главное Не обижаться Не обижайся Найди момент Для перекрытия Зайди Заработай Зайди Забери Плюс Никаких проблем В этом у тебя Не будет Вот такая Вот Рил 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 Стория Как происходит Торговля Как ты можешь Все это Отработать Зайти Перекрыться Укрыться Заснуть Проснуться И снова Сесть И снова Заработать Ты понимаешь Не мы Такие Жизнь Такая Пацаны Не мы Такие Жизнь Такая Нужно делать Вещи Нужно делать Ветер И по Ауткат Анализ Вот пожалуйста Вход Видим Что Момент Что цена Зашла Немного Выше Происходил Но потом Снова Реакция И жесткое Хорошее Уверенное Движение На понижение На нормальном Проценте Мы забираем С перекрытием С дополнительным Входом Плюс Так Чтобы Не пропустить Давайте На базу На базу Мы возвращаемся Ну я думаю Мы это Не пропустили Это просто Чтобы вы понимали Насколько Можно быть Уверенным В том Что у тебя Будет происходить На графике Баланс Баланс Плюс Да Все это Прекрасно Видят Я думаю Просто Евроканадец Ты понимаешь Когда ты Записываешь Показательные Видео Тебе очень Важно Донести До людей О том Что Можно Даже При самом Казалось бы Неправильном Раскладе Минуса Прогадал Что-то Неправильно Не успел По итогу То что По итогу Плюс Пацаны Я думаю Что этот видосик Эта концовочка Просто Замечательная Просто Вот вам Пожалуйста Результат Технический анализ Самостоятельной торговли Работает Именно так Есть места Я подчеркиваю По специальным условиям Ссылка В описании Если что-то Не получается Пишите Здесь В комментосах Наберем 5000 лайкосов Думаю Вы мне в этом Поможете Ну и здесь Конечно же Плюс Сетски По итогу На связи был Дед Смоукфикс Лайкос Комментос На связи Обнял Смоукфикс Стащит Смоукфикс Стащит Смоукфикс Стащит Эй Е Е Бой Е Бой Стащит 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 Стащит